Монтаж концевой муфты серии QT-3 на напряжение 35 кВт. Убедитесь, что муфта соответствует своему назначению и кабелю. Внимательно прочитайте инструкцию по монтажу. Определите на месте монтажа необходимую длину проволок экрана для присоединения к заземлению и удалите оболочку кабеля на соответствующую длину. Зачистите шкуркой оболочку кабеля на длине 100 мм от среза оболочки. Очистите поверхность ветошью, смоченной в растворителе, или специальной пропитанной салфеткой. Наложите один слой мастичной ленты. Загните аккуратно, без перекрещивания, проволоки экрана на оболочку кабеля, вдавливая их в мастику. Закрепите проволоки экрана пружинным кольцом на расстоянии 50 мм от среза оболочки. Наложите второй слой мастики поверх проволок. Закройте мастику сверху одним слоем ленты ПВХ с половинным перекрытием. Удалите полупроводящий экран, оставив 70 мм перед срезом оболочки. Убедитесь, что на первичной изоляции не осталось частиц полупроводящего экрана. Измерьте глубину наконечника и удалите первичную изоляцию на эту глубину. Установите наконечник. Затяните срывные болты специальным инструментом до срыва головки болта. Удалите напильником или крупной шкуркой заусенцы и острые кромки. Очистка кабеля производится следующим образом. В начале очищается первичная изоляция, а затем полупроводящий слой. При этом не следует использовать дважды одну и ту же сторону ветоши. В последнюю очередь очищается соединитель. Удалите красный, поддерживающий корд. Размотайте излишнюю часть белого корда. Надвиньте муфту на кабель широкой стороной до пружинного кольца. Вытяните несколько витков белого корда до усадки 1-2 см муфты. Поправьте ее положение относительно пружины, если необходимо. Потяните за корд, придерживая пальцами одной руки усаженную часть муфты, вытягивайте и раскручивайте против часовой стрелки пластиковый корд. Обратите внимание, что при усадке муфта удлиняется. Монтаж концевой муфты завершен.